всем привет дорогие друзья с вами я тут мы продолжим играть в кофейню и сегодня у нас обновление друзья в этом обновлении для игроков восьмого уровня и выше мистические события в отеле кофейное сияние погрузитесь с ватсоном в расследование полные интриг и пончиков обменивайте их на украшение в магазине уникальных предметов далматины неразлунчики хмурый кот и очень длинные такса ищут хозяев и помогите николь найти дом для животных из приюта далее сезон кофе зарабатывайте кубки на фестиваль и кофейное дерево принесет вам больше бриллиантов важно зачет идут только кубки заработанные лично вами подробности в наших группах и соцсетях окей так здесь мы с вами закрываем и друзья у нас вот очередное приключение идет в нашей волшебной будочки больше того приехала николь давайте вначале наверное с про николь с вами пообщаемся точнее с николь и так привет я приехала делать добрые дела это замечательно а какие именно дела не так давно я взяла приюте свою песика дружка а сейчас хочу помочь и другим пушистиком возьмете еще пару собак и я вообще бы всех забрала если бы могла но у меня не хватит места ну тогда стоит найти много хозяев и этим я и хочу заняться и надо сделать то и это как можно быстрее иначе их животных отправить лабораторию для опытов ну что это очень нехорошо но как вам помочь мне понадобятся деньги я бы подработала у вас курьером по доставке еды без себе я возьму чаевые и вы без награда не останетесь какая меня ждет награда специи деньги подарки а золотой подарок вам достанется если выполним с 30 заказов отлично с чего начнем примите и соберите первый заказ и когда будет готова я доставлю его к ленту а вам расскажу что планирую делать дальше окей так ну что друзья мы как всегда начинаем новые приключения принимаем заказ наши работники все соберут чуть попозже ну и как только я соберу 27 заказов мы с вами продолжим это приключение то что друзья мои готовы наши 27 заказов уже отправлены это значит что сейчас мы приступим к выполнению миссии николь так сейчас мы ее с вами найдем и пообщаемся с ней где же она у нас вот она у нас николь сидит так ну что расскажите о поиске хозяев для животных из приюта и я помню как увидела дружка в приюте он был напуган дрожал смотрел грустными глазками и сейчас животные также там грустят нехорошо это да а дома дружок стал веселым озорняком и теперь для меня он самый лучший в мире да что там в мире во дворе хорошо когда находишь верного друга это правда сейчас приюте есть семь таких же симпатяк как дружок но им сложно найти хозяев потому что они не все они все необычные ну и в чем их особенность ну есть очень длинная такса собака с удивленным взглядом вечно хмурый год 2 не последнюю непоседливых далматина которые друг без друга не могут еще собака который умеет поворачивать только направо и даже бульдог которого воспитали пудели вот эта компания может начнем поиски хозяев с опроса посетителей точно поговорите с ними пожалуйста интересно многие ли согласятся за светлую идею держите светлую лампу модена о спасибо так отлично можно в принципе даже посмотреть что это у нас за лампа у кстати прикольная лампа смотрите какая ну-ка так те она у нас вот она у нас здоровая какая ну прям на очень долго мы ее ставить не будем но на некоторое время я думаю что вполне можно и где-нибудь вот здесь вот приютить правда на елку похоже вот сюда вот и поставим ее здесь вот ей будет хорошо и ей ладно потом с ней разберусь так ну что давайте общаться с посетителями как всегда у нас должен быть список посетителей в отцены и маргарет прокофий петрович фернандо и королева сейчас попробуем с ними со всеми пообщаться ну что у нас есть мэри мэри возьмете животное из приюта я бы с радостью но все свободное время я приглядываю за своим любимчиком за вашей кошкой нет она уже самостоятельно а вот бил иногда бывает таким беспомощным как маленький котеночек хорошо в кей так ватсон где-то здесь у нас еще был по моему вот он ватсон вы возьмете животное из приюта ну я не могу у меня уже есть на работе патрульный пёс тоби если я буду пахнуть другим животным пёс при ревнует и не будет работать но я подумаю как вам помочь окей может быть петровичу петрович возьмете животное из приюта у меня уже завелся питомец и я не могу взять второго цезарь будет против кто такой цезарь мой питомец паук цезарь я его так назвал потому что он кучу дел одновременно делает ползает паутинку вяжет мух ловит отлично так по моему там еще маргарет у нас было да если я не ошибаюсь маргарет маргарет если у вас здесь маргарет вот она маргарет возьмите животное из приюта не я бы взяла чтобы они не попали в лаборатории или службу по отлову животных но я молодая активные мои пенсии 2 хватает на саму себя окей так давайте-ка сверимся со списком кто еще тут у нас про кофе фернанда и королева так королева королева возьмите животное из приюта на я уже взяла прям с улицы дворняжку разве вы не читали мое интервью не припоминаю но приехали там говорится про мой тернистый путь вселенской славе и немного про мою собачку зефирку зефирка была дворняжкой и я ее нашла и оказала первую помощь накормила от было завела страничку в instagram это был лучший день нашей жизни давайте-ка вспомним лучший день в жизни зефирки и королевы на что-то на зефирку совсем не похоже на какую-то кошку похоже а зефирка вроде совсем другого цвета окей ну ладно пусть будет так окей зефирка зефирка даже из вот такого дикого кота можно сделать симпатичную собачку ну если отныть и завести страничку в instagram окей давайте двигаться дальше так кто у нас там еще дальше по списку ттт тарата это мы уже читали дайте горяча ну-ка 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 куда вы пошли где вы делись вот про кофе и фернандо отлично два джентльмена фернандо фернандо возьмите животное из приюта ну если честно я побаивать животных в детстве меня легнула лошадь хотя я ей совершенно не грубил так а про кофе что скажет нам надеюсь что он здесь у нас где-то у нас здесь про кофе тык 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 а вот он так про кофе возьмите животное из приюта ну я всю жизнь об этом мечтал но у меня такая аллергия на 6 что чхи видите окей так ну теперь видимо нужно будет нам опять поговорить с сессо так что у нас хочет королева милая история вас зефирка спасибо а проблеме бездомных животных я знаю не понаслышке на взять к себе ещё кого то не могу но разве вы не хотите еще одно интервью о ваших добрых поступках у меня времени с трудом хватает на зеферку с ней же надо, как с человеком, причесывать, наряжать, щекотать пузико. Кстати, есть идея. Даже две. Ну и что вы придумали? Первая идея. Найти хозяев для животных. Нам поможет мода. Мне еще надо все продумать, но обещаю, это будет круто. Так Николь и передайте. Ну а вторая идея. Нарядить персонал в костюм модный переговор. Вам за это дать синий подарок. Ну давайте-ка посмотрим, что там у нас с гардеробом. А, вот откуда у нас вот эта вот интересная одежда на заставке. Ну и как это у нас будет выглядеть? Слушайте, ну нет, это вообще не айс. Вот так вот это мне нравится, этнический какой-то там еще. Короче, нет. Все, ничего не буду брать. Все, отпустите меня отсюда. Верните меня назад. Так, будем сейчас смотреть, что у нас дальше по истории. Видимо, нам нужно будет поговорить теперь с Николь. Николь. Так, мечтаете о наряде? Ну да, окрестим и модный приговор. Так, я подумаю. Все, окей. Николь. Вот. Николь, Николь. Давайте передадим ей мнение пустителей. Жалко, что никто не может взять пушистиков, но я их понимаю. Это ответственный шаг. Я сама не готова прийти в вторую собаку. Ну, значит, надо искать хозяев за пределами кофейни. Но как привлечь внимание? Хочется преподнести эту проблему как-то позитивно, тогда и люди подтянутся. Королева говорил, что у нее зреет план. И, кстати, говорить проблема – это не позитивно. Надо избегать слова проблема. Так, давайте пообщаемся дальше. Итак, здорово. А пока она думает, давайте сделаем три заказа, после этого поговорите с ней. Окей. Заказы у нас уже все готовы. Давайте пообщаемся. Ну, что, у вас созрел план, как найти хозяев животным? Да. Для его воплощения мне понадобится Николь, деньги и бессонная ночь. Ну и что вы собрались сделать ночью с Николь и деньгами? Поедем в Вегас. Шучу. Нужно закупить ткань и пошить животным костюмы. Мы устроим парад нечеловеческой красоты. Ну, собачки и котики в костюмчиках людям это нравится. Уверена. Все будут в восторге, когда увидят Шимати Толоме, Рарга Моби в мире животных. Передайте это Николь. Окей. Так, Николь. Королеву хочет устроить модный показ с животными. И это то, что нужно. Показ привлечет внимание и зверушки найдут новых хозяев. Но нужно быть начеку. Ну и что может пойти не так? На пушистиков охотится служба по отлову бездомных животных. Если хоть один пропадет из виду, то его словит и отправит в лабораторию. Но нельзя допустить этого. Что ж, впереди бессонная ночь, чтобы стать лучшими зверинами Кютюрье. Заряжусь кофе и вперед. Буду только делать перерывы, чтобы доставить шесть заказов. Окей. Так, ну, заказы-то у нас уже есть. Возвращаемся к Николь. Наряды для пушистиков готовы? Я валюсь с ног. Пальцы исколоты иголкой. В глазах мелькают пуделихи в платьях. Но мы справились. Супер. Больше никаких сложностей не возникало. Ну, как сказать. Мы с королевой забрали из приюта зверюшек и поехали в выставочный центр. Готовятся к шоу. И тут нас кое-что насторожило. Что вас насторожило? Я взглянула в зеркало заднего вида и увидела… Отловщиков животных. Да, они за нами следили. Но мы без происшествия доставили животных на место. Какие настырные отловщики. Это уж точно. Но самое веселое началось дальше. Пусть вам королева расскажет. Окей. Королева. Что было, когда вы доставили животных в выставочный центр? Шум, гам и вселенский хаос. В общем, совершенно рядовая подготовка к модам и показам. Ну, собачки и котики постоянно крутились. Не только. Хмурому коту не нравился ни один наряд. Ну и как вы справились? Ну, зефирка справилась. Сначала рявкнула, а потом прошлась по подиуму. И все взяли с нее пример. Теперь они такие красавчики красивее, чем Шимати Таламе. Ну что, значит пора начинать шоу? Самое время. Я расскажу, как все прошло после нести заказов. Уверена, животные найдут новых хозяев. Окей. Так, 10 заказов у нас уже в кармашке. Общаемся. Ну что, как прошла выставка? Мы с зефиркой в восторге. Много людей. Много эмоций. Много пузиков, которые хочется щекотать. И это я не про себя. Ммм. Кто-нибудь забрал животных к себе? Ммм. Удивленная собака удивлялась еще больше, когда ее собрала одна приятная пара. Забрали только ее? Еще бульдога. Милый старичок приютил его у себя. Отлично получился показ. Вот, гляньте фото с него и потом поговорите с Николь. Так, давайте-ка глянем. О, прикольно. Мне так-то нравится. Супер. Так, ну это видимо какие-то местные звезды, которых обязаны все знать. Я не знаю. Ладно, продолжим. Окей. Так, а мы общаемся с Николь. 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 Ну что, какие веселые костюмчики. Но как же остальные животные? Их не забрали за переполохом. На выставке были отловщики. Уселись в первом ряду. Ох, и разозлили они меня. Ррр. Я уже от злости рычу, как зефирка. Вот наглецы. Шоу закончилось. Все стали аплодировать, а мы кланяться. Но тут кто-то в зале стал свистеть. Очень зря. У вас аллергия на свист? Хуже. Собака, которая всегда поворачивает направо, пошла на свист. И вы не поверите, повернула направо. И... Она попала прямо в руки отловщикам. Они не ожидали такого счастья и... Упустили ее. Собачка выбежала из здания, а они за ней. Ну, плохое дело. Мы бросились в догонку. К счастью, собака повернула еще раз направо, а там стадион. Ну, а почему к счастью? Потому что... Затем она побежала к воротам и в последний момент повернула еще раз. Отловщики угодили прямо в сетку. Ого. Собака словила в отловщик... Отловщиков? Да, вот это ирония. Потом она повернула еще раз и вернулась прямо на выставку. Но из-за переполоха животных больше никто себе не взял. Хм... Как же быть? У нас идеи закончились. А вот Ватсон говорил, что очень любит собак и придумал, как их пристроить. Поговорите с ним. Окей. Так, Ватсон. Приветствую вас. Вы придумали, как найти хозяев для оставшихся питомцев? Ну, сразу я просто хотел объявить хозяев в розыск. Но есть идея получше. Полиция поможет животным. А животное и полиция. Хорошо. Как это сделать? Мне нужно повысить имидж полицейского участка, чтобы выполнить ежегодный план. Хотя бы раз в жизни. И если я это сделаю, начальство меня не забудет. Ну, а как связан имидж полиции с бездомными животными? А вот как. Проведем конкурс на лучшую стрижку для животных. Прям в полицейском участке. Но вы уверены, что это сработает? Ну, конечно. Во-первых, собака – символ предности. Во-вторых, некоторым сотрудникам тоже не помешало бы подстричься. Ну что ж, раз вы так уверены в успехе, то все буду только за. Все будет на высшем уровне. Пригласим лучших парикмахеров, договоримся о трансляции и вуаля. Звучит хорошо. Так точно. Как только выполните 14 заказов, к великой стрижке будет все готово. Окей. 14 заказов уже готово. Давайте пообщаемся с ними опять. Ну что, как справились парикмахеры? Ну, они просили называть их стилистами. И они были во всеоружии. Ножницы, ножнички и ножнищи. И никогда не видел столько холодного оружия в одном месте. Ну а как прошел конкурс на лучшую стрижку? Подстрижено личного состава 6 человек. Подстрижено 4-х лапового состава 5 мордочек. Обрело новый дом 3 питомца. Ммм, это же здорово. Кто забрал животных? Двух пёсиков забрали сами стилисты. Потому что они идеально выполняли команды сидеть прямо, голову прямо и ровняем кончики. Ну а кто забрал третьего? А один из полицейских забрал пёсика, который эти команды категорически не хотели выполнять. В итоге они оба ушли домой счастливые и лохматые. Больше никаких происшествий не было. И из положительного глава департамента лично решил прибыть в участок, чтобы поздравить с успехами. Но было еще кое-что подозрительное, что случилось. Пара сомнительных личностей пыталась похитить Тоби, нашего лучшего и злейшего пса. Николь расскажет подробности. Окей. Николь? Что за фигня? Слушайте, какие у них притессоны прикольные. Вот этот мне больше всех нравится. Так, ладно, этих ребят походу забрали стилисты. Окей. Сейчас посмотрим, что там нам Николь скажет. Ну что Николь, кто пытался похитить полицейского пса Тоби? Отловщики бездомных животных. Только вот в этот раз они нарвались на пса, который был им не по зубам. А вот они ему как раз. Он покусал их? Не. Хотя было бы по делам. Тоби профессионал и грязет преступников строго по закону. Ну, значит нужно пристроить еще двоих зверюшек, пока до них не добрались. Остались два далматины. Теперь они у нас стильные и подстриженные. Но самое главное, нужно показать людям, что у них любящая и преданная душа. Ну, как это показать? Крупным планом. Скажем, закажем стильную фотосессию и разместим снимки песиков повсюду. У вас есть знакомый фотограф? Нет. Зато он точно должен быть у королева. Она обожает фотографироваться для своего блога. Окей. Ну, наверное, королева фотографирует сама себя для своего блога. Хотя... Давайте узнаем у нее. Королева, у вас есть знакомый фотограф? Пять, десять, сто... Знакомых фотографов? Я не знакомых больше. Еще больше. Нужно сделать трогательную фотосессию песиков, чтобы их забрали из приюта. Значит, нужно звонить фотографу Фабьену. Он однажды снял ежика из разоренного леса так, что ежику насобирали денег на пентхаус. А еще он обожает собак. Отлично. Подойдет не ежик в смысле, а фотограф. Но, сами понимаете, запись у него на год вперед. Мне нужно время, чтобы договориться. Выполните пока 18 заказов. Окей. Заказы, друзья, готовы. Возвращаемся назад. Ну что, как прошла фотосессия у французского фотографа? Мы нафуфырили наших далматинов. Фотограф Фабьен выстроил композицию. Но эти песики очень активные. Их невозможно было усадить на место. Ну и что было дальше на фотосессии? Фабьен разнервничался. Жаловался, что отказался от съемок для журнала Preyboy ради этих пятнистых дурачков. Сам он пятнистый дурачок. Ну, вы придумали план, как угомонить собак? План это громко сказано. Оказалось, я забыла их покормить, поэтому решила сходить в магазин за кефирчиком. Ну, разве можно успокоить собак кефирчиком? Ну, иногда еда помогает. Я вот, когда сильно нервничаю, выпиваю пять чашек кофе и нервозность как рукой снимает. Правда, вместо нее наступает паник. Отличный рецепт. В общем, Фабьен вышел недовольный из студии. Николь привязала собак кресла, а я вышла на пять минут за кефирчиком. А когда вернулась через час, то ужас. Ну, давайте послушаем, что там случилось. Песики бросились ко мне на встречу и потащили кресло, а заодно размолотили все оборудование. Так соскучились бедняжки. Ну, или почуяли кефир. Упс, Фабьен, наверное, еще раз пожалел, что отказал журналу. Да. Да уж. И как Николь додумалась привязать их к креслу? Но это еще не самые плохие новости. Ну, неужели снова отловщики и пришли? Наверное, это было бы лучше. Дело в том, что далматины сбежали, и никто не знает, где они. Ох, королева. Ну, я понимаю, что все плохо, но разве делу поможешь, если будешь искать виноватого-то? Тем более, если это я. Да. Лучше поговорить с Николей, она тоже виновата. Окей. При чем тут виновата Николь? Я, часто говоря, не понимаю, но мы сейчас об этом узнаем. Николь, далматинцы пропали. Как теперь их отыскать? Пока не знаю, но королеве их больше не доверяю. Она целый час покупала кефир. Пусть разбирается с Фабьеном, как хочет, а я займусь поисками одна. Ну, не злитесь так, королевой, ведь ты уже старалась. Да. Я не столько на нее злюсь, сколько на гадких отловщиков. Они прислали сообщение, мы напали на след. Ха-ха-ха. Ох, нехорошо это. Вычешает только то, что, видимо, собак еще не поймали. Значит, у нас есть время. Я обойду каждый двор, но найду их. Поговорим после 22 заказов. Окей. Ну что, 22 заказа мы сделали. Давайте пообщимся с Николь. Вы нашли далматинов? Хм. Я обошла весь город, проникла на военную базу, заплыла с буйки и даже залезла в сад, к Маргарет. Но безрезультатно. Никаких следов? Следы были. Я по ним прошла и в итоге столкнулась с зефиркой. И ее хозяйкой мы хмыкнули и разошлись. Королева тоже ищет пропавших собак. Вам бы объединиться. Я не против, но она так на меня посмотрела. Ой, что это такое? Она прислала необычное сообщение. Королева нашла далматинов? Она прислала стикер с их изображением. Откуда она его взяла? Мы с ней никаких стикеров не делали. Могли бы вы у нее спросить? Окей. Так, эти двое похода как трое из простоквашинов, когда кот Матроскин поссорился с шариком, и они переписывались через почту. Но, видимо, мы будем почтальоном. Так, постараемся их помирить. Вы прислали Николь стикер с далматинами. Да. И это не я его сделал. И даже не отловщики. Они на это просто не способны. Но кто тогда? Похоже, что люди на улицах фотографируют их и делятся смешными фото в сообщениях. Но, может быть, кто-то их уже приручил? Вряд ли. На стикере видно два дома, а между ними забор и темный двор. Видимо, бедняжки прячутся в жутком месте. Ну, рядом с кофейней такого места точно нет. Где жена может быть? Мы с Зефиркой прочесали весь город, но я такого не помню. Может, Зефирка помнит? Или, может, нам сразу обратиться к профессионалам? Так, надо попросить Ватсона о помощи. Точно. Мы ведь повысили репутацию полицейского участка. Он захочет нам помочь. Поговорите с ним. А я еще отправлю стикеры. Николь, хватит ее ждутся. Окей. Так, ну, видимо, у них само все наладится и без нашей помощи, а мы пообщаемся с Ватсоном. Ватсон, помогите найти далматинов. Ну, я край муха слышал суть проблемы и, к большому счастью, именно сейчас могу помочь. Отлично. А почему именно сейчас? Потому что после успешного шоу с собачками к нам прибыл глава департамента на вертолете. И он бы нам очень помог. Хотите использовать вертолет для поисков? Так точно. Вертушка оборудована дальномерными объективами с тепловизором. Все понятно. Вы отследите собак с помощью современной техники. Схватывайте на лету. Ваше обещание общения с Маргаретой не прошло даром. Есть только один момент. Наверное, ваше начальство не даст вертолет просто так. Именно. Его можно арендовать у полиции за 389 алмазов. Либо сделайте с Николь 27 заказов, чтобы накопить денег. Правда, этот путь более долгий. Давайте сделаем 27 заказов. Ох, надеюсь, отловщики нас не опередят. Скажите мне, если передумаете. Окей. Так, ну а теперь с кем же нам надо поговорить? Опять с ним или с кем-то еще? Ну-ка. Ну что, как полетали на вертолете? С высоты птичьего полета и через объектив весь город видно. Что-то… кто-то загорает в купальнике, кто-то целует свои бицепсы, а кто-то смотрит на все это. Вот это новости. А про Далматинов то вы не забыли? Я по рации передавал все на землю. Николь была на связи. На окраине города я заметил два черно-белых пятнышка. Далматины? Именно. Они находились в узком дворике между двух домов. А рядом забор. Место сходится с описанием от королевы. Как только я это сказал в рацию, пехота бросилась в атаку. Ну, в смысле, Николь поехала на место. А отловщиков там не было. Были. Поговорите с Николь. А от меня держите столик на одного. Анна Хаорит. Благодаря вам я его на вертолете полетал. Спасибо. Че он сказал, я не понял. Ну, это не важно. А мы говорим с Николь. Так, стоп. Где же Николь? Вот она. Она за соседнюю столик. Николь. Вадзен рассказал, что вы бросились на помощь песикам. Я только что оттуда. До сих пор поджилки трясутся. Ну, расскажите, вы добрались до собачьих раньше отловщиков? Мы прибежали одновременно и у меня даже с двумя собаками не было сил, чтобы совладать с этими багаями. Ну, как же вы справились или вы не справились? Я не поверил своим глазам, но посмотрите, как все было. Так, давайте смотрим, смотрим и не верим своим глазам. Кот. Две собачки. Ага. Вот так вот. Слушайте, а смотрите, какая Николь маленькая, даже по сравнению с королевой. Ну, прикольно. Так, а что это за кот вообще? Ничего не понимаю. Ну, ладно, короче. Судя по всему, это ее собачка. Или теперь у нее кот. В общем, я что-то запутался. Ладно, окей. Так. Николь. Ого, все животные пришли на помощь. Во главе с королевой. Сначала я очень обрадовался, но потом стало неудобно. Перед королевой? Да, я вспылил, когда она напортачила, но кто не делает ошибок. Она казалась мудрее меня и не обиделась, а помогла в трудную минуту. Ну, это да, это хорошо. Хорошо, что вы помирились, но собачки по-прежнему без хозяина. Ну, мы это уже справили. Цель достигнута. Королева об этом вам расскажет, а я буду готовиться к отъезду. Спасибо вам, что помогали. Доброму делу. Ну, это я с удовольствием. Так, а вот что, вот это вот алмазики, вот это вот все, что нам обычно там дают, подарки какие-нибудь? Не, ничего не будет. Ладно, давайте с королевой пообщаемся, может она даст. Ну что, неужели вы взяли себе еще двух собак? Нет. Иначе мне пришлось бы взять к себе еще и их хозяина. Ну, тогда расскажите, кто же их новый хозяин? Фотограф Абьен. Он, конечно, переживал из-за разбитого оборудования, но потом посмотрел кадры, которые получились на фотосессии и посиял. Ну, разве ему удалось сделать кадры? Они сами по себе сделались. При падении сразу несколько фотоаппаратов щелкнули и засняли долматинов, которые несутся ко мне. Ну, неужели кадры получились в таких условиях? Да, Фобьен долго объяснял про выдержку, диафрагму и перспективу. А я сказал, что меня никакие перспективы с ним не интересуют. Но он очень добрый человек с большим сердцем и это главное. А еще главное, что мы пристроили собак. А еще главное, что мы помирились с Николь. Ну, сегодня случилось много хороших вещей. Ага. И все благодаря вам. Спасибо за помощь. Ну, всегда пожалуйста. Все. И все. Да? Нет. Вот что-то нам еще дали. Столик на одного. Ах, вот о чем была речь. Столик на одного. А на Хоррот. Вот так вот. Айнопольная лампа Модена. Так, ладно. Столик я оставить не буду, друзья. Но, в общем-то, вся история у нас завершилась счастливо и благополучно. Не хочу сказать, что это была самая веселая история, которая приключалась в нашем кафе. Но, друзья, приходите еще и вы не такое узнаете. Всем пока-пока.